Дочь одного из ульяновских пенсионеров нашла через известный сайт объявлений мастера по ремонту бытовой техники. Нанятый работник оказался недобросовестным, зато очень предприимчивым. При осмотре неисправной бытовой техники мужчина, который представился Валентином, заявил, что необходимо внести аванс в размере 10 тысяч рублей для покупки недостающих деталей. Доверчивый пенсионер отдал мастеру необходимую сумму наличными. Через несколько дней Валентин снова пришел к пожилому мужчине 1940 года рождения и забрал телевизор, аргументируя это тем, что необходимо сделать диагностику. Ведь причиной неполадок может быть сломанная ножка тумбы, на которой стоит техника. Также злоумышленник дополнительно попросил 3200 рублей на ремонт, пообещав пенсионера отдать сдачу с 5000 в следующий раз. Спустя несколько дней потерпевший все-таки получил исправный телевизор, но не свой, а совершенно другой марки. Мастер пояснил, что случайно повредил телевизор пенсионера, но взамен принес другую модель, якобы с лучшими техническими характеристиками. Сдачу в 5000 рублей Валентин пообещал перевести пенсионеру на банковскую карту, для чего воспользовался телефоном потерпевшего. Спустя 11 дней пенсионер решил снять деньги со счета, но в банке ему отказали, пояснив это тем, что счет был заблокирован из-за подозрительной активности. Со счета списали 79 тысяч рублей. Оставшиеся 122 тысячи рублей на счету банк заморозил. Пожилой мужчина обратился в полицию. Подозреваемого задержали. Им оказался 28-летний житель Саратовской области. Предварительно установлено, что он перевел деньги со счета пенсионера своему знакомому через мобильный банк. Затем средства были обналичены. В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району Ульяновска возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». А тем временем полицейские напоминают ульяновцам чаще навещать своих пожилых родственников. Ведь именно одинокие пенсионеры чаще всего откликаются на любое внимание, проявленное к ним.